Дню хобби сегодня посвящен наш эфир, и мы, вот буквально до новостей, увлеклись одним хобби рукоделием. Вот Анна, смотрите, что смастерила. Да прям, при поддержке Дамира, конечно же, это веночек. При поддержке не Дамира, а при поддержке проволочного остова. Да, можно и так сказать. Это такой веночек на открытку, на дверь, куда угодно можно повесить. На двери будет очень симпатично. На дверь, ну, единственное, мне кажется, это как-то в России не принято, потому что больше в Америке вот эти вот все веночки вешают. Но если очень хочется, почему нет? А мы продолжаем нашу программу и напоминаем, что вы можете звонить нам по телефону 263-1328 и говорить, какими хобби вы увлекаетесь сейчас или хотели бы заняться, но пока еще не дошли руки. Между прочим, еще в 1928 году американские психологи заключили, что способность учиться растет, развивается у нас до 20 лет, а затем после стабильного периода продолжительного несколько лет он длится, угасает способность учиться у людей. А другая группа ученых с ними не согласна. Они приводят примеры, что вот дважды лауреат Нобелевской премии Мария Складовская-Кюри не умела плавать до 50 лет. Только тогда две ее взрослые дочери обучили этому мать. В 50 лет научилась плавать. А автор, между прочим, «Войны и мира» Лев Толстой впервые сел на велосипед месяц спустя с момента смерти своего семилетнего сына Ванечки Толстому, тогда было 67 лет. Нормальное хобби. Есть ли в Челябинске хобби для взрослых и стоит ли вообще начинать? Об этом мы поговорим с гостем у нас в студии директор образовательно-досугового центра «Креатив» Дмитрий Попов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. И в вашем центре все-таки есть хобби для взрослых? Или планируете ли вы дать возможность взрослым людям чему-то научиться? Да, мы сейчас планируем такую программу запустить. Основная задача, в первую очередь, в том, что дети занимаются, да, как вы сейчас говорили, что с раннего возраста начинают свои хобби развивать. А родители в это время вынуждены сидеть их и ожидать. И на самом деле мы сейчас занимаемся проработкой вопроса, чем бы родителям, бабушкам и дедушкам было интересно в это время, пока они ждут своих чат с занятий, тоже заняться для себя. Что-то развить в себе, что-то, может быть, смастерить, вот как вы сегодня в передаче мастерили. Ну, в общем, чтобы у них время тоже проходило полезно. А вообще во сколько лучше всего приводить ребенка даже на занятия, если или это зависит от рода деятельности? Не поздно ли приходить, когда тебе 70 на кружок? Все зависит от той цели, которую ты себе оставишь. Если ты хочешь стать чемпионом мира по танцам, то, наверное, в 70 будет несколько поздновато. Если ты хочешь стать чемпионом среди своих друзей и коллег по танцам, то, наверное, и в 70 не поздно, на самом деле. Вот, а знаете, какой вопрос? Очень много сейчас онлайн-курсов, и даже вот я там подписан на какие-то приложения, да, и приносят там десятка лучших онлайн-курсов сентября, ноября, декабря. Действительно ли можно онлайн овладеть чем-то? И есть ли смысл приходить тогда в какие-то кружки? Уверен, что онлайн-курсы имеют право на жизнь. Наверное, теоретические знания, да, какие-то энциклопедические вполне, на мой взгляд, можно получить по онлайн-общению. В том числе через какие-то, ну, варианты скайпа, да, где вот ты видишь педагога. Но в то же время я глубоко убежден, что общение с педагогом никуда не уйдет, с учителем как таковым. Да, он может даже быть учитель гораздо младше, чем ты. Вот, потому что человеческое общение – это очень важно, в том числе в творчестве. То есть здесь же не просто мы руками что-то мастерим, да, или двигаем ногами, когда танцуем. Здесь же эмоции, а они все равно в коллективе. Вот, на мой взгляд, коллектив тут очень важен. Человеку нужен человек. И все-таки какие кружки вы предоставляете? Это разные какие-то сферы или, ну, кардинально я имею в виду, или, ну, примерно набор стандартный? Ну, набор, наверное, может быть, если обобщить, он достаточно стандартный, но в том же декоративно-прикладном сейчас у нас коллеги используют современные техники, достаточно популярные. Это, например? Значит, ну, например, это монотипия, то есть это такой вариант, назовем так, рисование. В общем, понимаемом смысле слова. Когда сначала краска наносится на один, на одно основе, а потом отпечатывается на другой, и получаются такие отпечатки. Смысл здесь в том, что никогда нельзя достичь одинакового результата. То есть независимо от того, что ты будешь одинаковые кружочки рисовать на одной основе, когда ты отпечатаешь, второго такого не получится. Ну, и на самом деле создаются очень интересные картины, и это доступно для, ну, совершенно разного возрастной категории, то есть буквально дошкольники с двух лет уже могут это делать. Да, это так и начинается. Калякать-малякать, а потом из этого начинаешь сформировать образы уже, да, и картины, и так далее. Это что-то очень современное, да, сейчас? Ну, в России, да. А что еще есть такого, прям вот на пике сейчас, прям вот только-только? Очень популярны сейчас уличные танцы, благодаря проектам, конечно же, в первую очередь. Но направлений очень много, современной вот этой уличной, назовем ее, хореографии. Честно говоря, мы взрослые часто не успеваем даже за терминологией этих направлений. Очень много. А у вас это все есть, да? Да, это все есть. У нас есть современные танцы, очень развитые. Дети очень, подростки очень хорошо сейчас в это направление идут. И, честно говоря, родители тоже подтягивают. Родители меняются, отменяют отношение к уличным танцам. Здорово ходить вместе с родителями. Йо-йо-йо, так кепку назад и все. Я разговаривал с родителями, обычно, ну, подростки вроде должны же в институт там поступать, вот у них дело уже должно быть. А когда вот они приходят и видят, как ребенок реализуется, многие сами стали ходить на их вот эти мероприятия. Это да. Я так понимаю, курсы бесплатные? Да, у нас муниципальные учреждения, то есть курсы бесплатные. Это ключевой момент, что всего можно научиться. У нас обучение бесплатное, как таково. Какая прелесть. Самое-то главное теперь, куда идти? Мы уже так собрались. Центр у нас на Пушкино находится, в центре города. Вот в любое время, 7 дней в неделю. Даже так? Да, с 9 утра до 8 вечера. У нас центр открыт, информационные материалы размещены. Можно подойти, ознакомиться и прийти самим. Мы открыты для любых предложений. То есть, если есть желание у кого-то что-то новое предложить, развить, мы вместе можем с вами что-то новое открыть. Спасибо большое. Спасибо вам большое. И напомню, у нас в гостях был директор образовательно-досугового центра «Креатив» Дмитрий Попов. А у нашего юриста Николая Попова хобби переросло в профессию, причем в общественно полезную, ему слово.